Морковь дороже бананов и инфляция побила пятилетний рекорд. Стоит ли ожидать скорый финансовый кризис? И что может стать подушкой безопасности для жителей нашего края? Малой мощности и по образцу советской. Кто и зачем решил возродить ГЭС в Краснощоковском районе? Сотни брачующихся в День семьи, любви и верности, аншлаг в алтайских ЗАГСах. Начнем выпуск с новости об удручающей ситуации в сфере детской онкологии. Алтайский край занял первое место в Сибири по числу детей, болеющих раком. Такой вывод можно сделать, исходя из поручения Генеральной прокуратуры России. Надзорное ведомство обязало найти причину большого количества детей с онкологией в Алтайском крае. Сейчас на медицинском учете стоят 453 ребенка с различными онкозаболеваниями. Это самый высокий показатель в федеральном округе. Добавим, поручение было дано новому прокурору края Антону Герману в день его назначения. Напомним, каждый год в Алтайском крае злокачественные опухоли находят более чем у 50 детей. Сегодня в Барнаульском суде состоялось очередное уже 19-е по счету заседание по нашумевшему делу о драке на Старом базаре. На этот раз вели допрос Лилии Ворогушиной, еще одного важного свидетеля инцидента. Женщина была в компании бывшего боксера Михаила Старцева, которого сейчас судят за нанесение смертельного удара. Моя коллега Анастасия Дороган побывала на заседании. Обвинители и адвокаты сторон сегодня в очередной раз воспроизводили события вечера 26 июля 2020 года. Именно тогда произошла драка на Старом базаре, о которой впоследствии узнала вся страна. Ведь главными участниками и, как казалось, в первое время главными агрессорами были спортсмены. Михаил Старцев, которого сейчас обвиняют в нанесении смертельного удара, в СМИ довольно быстро крестили профессиональным боксером. Большая волна ненависти накрыла и Лилию Ворогушину. Она реальная чемпионка мира по кикбоксингу, а сейчас судья соревнований. Ее сегодня и допрашивали. И среди показаний был важный нюанс. Так, по словам Лилии Ворогушиной, удар ногой она нанесла не по Светлане Рохловой, вдове погибшего, а по мужчине в белой футболке. Он стоял рядом с Рохловой и держал ее за плечо. Защищая подругу, Ворогушина пнула этого мужчину по плечу, а Павел Рохлов, видимо, понял, что удар пришелся по его супруге и ответил Ворогушиной кулаком в лицо. После этого Михаил Старцев и нанес Павлу смертельный удар. И еще один интересный момент. Уже второго свидетеля из компании Старцева допрашивают о поведении в такси по пути на Старый Базар. О чем разговаривали с водителем такси? Поступали ли угрозы водителю такси? Выламывал ли Старцев перегородку и предлагал ли водитель компании покинуть такси? На все это свидетельница ответила нет. Сам Михаил Старцев по-прежнему хранит молчание и нервничает, возможно, потому что сегодня допрашивали не чужого ему человека. По словам Лилии Ворогушиной, они с Михаилом знакомы много лет. Следующее заседание будет 15 июля. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Восьмилетняя девочка утонула в пруду в Калманском районе. Она и еще две ее подруги нашли деревянный плод. На нем отплыли от берега и начали прыгать в воду, но конструкция перевернулась. Девочки оказались в озере. Одна из них не смогла выбраться из воды. Ее тело обнаружили только на следующий день после трагедии. Добавлю, что на озере девочки отдыхали в сопровождении мамы одной из них. Это уже шестая смерть на водоемах края с момента наступления 30-ти градусной жары. Все они произошли на диких пляжах. Спасатели напоминают, что для отдыха выбирать стоит официальный. Их в Алтайском крае более 30. Также запрещено входить в воду в состояние алкогольного опьянения, нырять в незнакомых местах и плавать в одиночестве. К другим темам поставки алтайской продукции в Китай выросли в 4,5 раза. Об этом рассказал зампредседателя правительства края Виталий Снесарь. По его словам, жители Поднебесной заинтересованы в качественном продукте. И наш регион – хороший экспортер для них гречки и растительного масла. Решаются вопросы по поставкам в Китай производных от перемола зерна, а также гороховый и пшеничный круп из Алтайского края. Правда, для этого на государственном уровне нужно решить вопрос с расширением квот. Дело в том, что в российские компании экспортируют пшеничную муку без льгот. Это значит, что к ввозной пошлине в 65% добавляется НДС в 13%. Однако все равно попасть на азиатский рынок считается большим успехом. Так как, по словам Снесаря, это долгосрочные выгодные контракты. Кстати, алтайский бройлер не так давно попал в реестр, разрешающий компании осуществлять поставки своей продукции в КНР. И в связи с недавним пожаром властям края и руководству птицефабрики придется что-то экстренно предпринимать. Вот эти вот ЧП, которое произошло тут на днях, наверное, существенно отбросят реализацию этого проекта на несколько, на какой-то промежуток времени. Будем тоже разговаривать с хозяевами бизнеса о том, чем можно помочь и как сохранить эту тенденцию. Потому что попасть трудно, вылететь легко. А между тем, цены на продукты в крае бьют рекорды. Только за июнь весьма ощутимо подорожали мясо, растительное масло и овощи. Такая тенденция, объясняют экономисты, наблюдается во всей России. Растет инфляция, а впереди глобальный финансовый кризис. Стоит ли его ожидать жителям нашего региона и что может стать для них спасением, расскажет Анара Шагирова. Когда-то еще в советское время денег было достаточно, а вот купить, откровенно говоря, ничего не могли. Товар был в дефиците, вспоминает старшее поколение. Зато сегодня на полках ассортимент богат, да только стоит это все недешево. Приходится экономить, но делать это все сложнее и сложнее. Продукты и те дорожают день ото дня. Знаете, зарплаты-то не растут, поэтому все сложнее и сложнее становится покупать продукты. Хорошего качества особенно, поэтому сложно. Все подорожало почти в два раза. И так незаметно, главное, вроде идешь, одна цена, раз и в два раза уже цена. Если дети помогают, то хорошо хватает. Если никто не будет помогать, конечно, тяжело прожить на такую пенсию. По последнему подсчету Росстата в июне неожиданно резко подорожали шоколадные конфеты, фруктово-ягодные консервы для детского питания и карамель на 0,5%. Цены на свинину и баранину выросли почти на 2%. Но люди и без всякой статистики ощущают изменение стоимости на своем кошельке. Месяца два назад мы вот эту колбасу торговали 485 рублей, то сейчас мы эту колбасу продаем 506 рублей. Это порядка 20 рублей с килограмма выросла стоимость колбасы. Больше всего подорожали овощи. Так картофель по сравнению с предыдущим месяцем вырос в цене на 20%. Белокочайная капуста на 14%. Стоимость свеклы и вовсе удвоилась. А вот одним из продуктов лидеров по повышению цены стала морковь. О ее подорожании спросили даже у президента России. Во время прямой линии с Владимиром Путиным люди изумились. Мол, эквадорский банан стоит ровно столько же, сколько и сибирский овощ. Сейчас на барнаульском рынке бананов не найти, не сезон, но есть апельсин. Африканский апельсин килограмм стоит 110 рублей. Это столько же, сколько и морковь. Предприниматели небывалый рост цен объясняют несколькими факторами. Определенную роль сыграла сезонность. Овощи на грядках у жителей пока не появились. Поэтому прошлогодний урожай, который и без того был небогатым из-за засухи, продается дороже. С другой стороны, ту же морковь с рынка сегодня сложно назвать сибирской. Уже новый урожай привозят из Краснодара и даже Израиля. Отсюда и цена. Зависит опасность сосуков. Как они придут, так же. Где дешевле приходят, где дороже. Вместе с тем, по словам предпринимателей, растут общие сдержки на производстве. Цены комплектующих, материалов стремительно взлетели. Что не могло не сказаться на стоимости конечной продукции. Малый бизнес от тенденции к росту тоже терпит неудобства. Есть задержки в заработной плате. Поэтому мы между молотом и наковальными находимся. Стоимость персонала дорожает, себестоимость растет. Малый бизнес сейчас работает в убыток. Зато вовсю процветают торговые сети и агрохолдинги, которые превратились в монополии, говорят эксперты. Они поясняют, что последним конкуренции нет, поскольку законодательство ограничило присутствие на рынке тех же садоводов и небольших сельхозпроизводителей. А монополия вместе с тем только повышает цены в погоне за большей выгодой. На мой взгляд, решением могло бы быть ограничение присутствия торговой сети. И мы уже не раз выступали с такой инициативой. Например, присутствием, не более совокупным присутствием торговых сетей в муниципальном образовании, не более 50%. А 50% это уже наши алтайские предприниматели, которые создают магазины при домовой торговле. То есть они будут тем самым создавать нормальную здоровую конкуренцию. Обеспечить эту самую конкуренцию, по мнению предпринимателей, могли бы поправки в законодательстве или антимонопольная служба. В настоящее время признаков нарушения антимонопольного законодательства на агропродовольственных рынках алтайского края не выявлено. Граждане могут обратиться в управление в случае выявления необоснованного роста цен на продукты питания, либо наличия признаков сговора продавцов. Тем временем, рост цен стал драйвером июньской инфляции. Она возросла до 6,5% к аналогичному месяцу прошлого года. При постоянной цели Банка России держаться вблизи 4%. Экономисты говорят, с такими темпами миру не избежать глобального кризиса. Поэтому пришло время важных решений. Правительство у нас направляет, США допустим, направляет денежные средства непосредственным конечным потребителям, то есть населению. Наше правительство придерживается другой тактики поведения. Оно помогает точечно осенним, попавшим в тяжелую ситуацию, ну и плюс там идет навстречу малому, среднему бизнесу. Ну, как показывает практика, не все могут воспользоваться. Ну, а крупному бизнесу всегда помогало правительство и помогает, в первую очередь банковской системе. Банк России принимает решения в рамках своей денежно-кредитной политики, изменяет свою ключевую ставку, тем самым влияет в данной ситуации на изменение совокупного спроса, снижается давление на инфляцию различных факторов. Но способно ли одно лишь повышение ключевой ставки, снизить темпы инфляции? По мнению экономистов, этого недостаточно. Без комплексной поддержки экономики, возрождения собственного производства, каждый последующий кризис будет бить по карманам россиян все сильнее. Что касается населения, то ему, считают эксперты, стоит подготовить подушку безопасности. Финансовый кризис ударит уже этой осенью. Один из выходов для жителей нашего аграрного края – обзавестись подсобным хозяйством или хотя бы собственным огородом. Анара Шегирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжим выпуск. В Краснощоковском районе планируют восстановить ГЭС, который построили 70 лет назад. Правда, послужил новый объект недолго, всего 4 года, но вот сегодня у него появился шанс обрести вторую жизнь. Кто и зачем решил возродить малую гидроэлектростанцию, знает Анастасия Дороган. Памятник советской эпохи или послевоенный подвиг предков, которые подали сюда свет. Истории села Усть-Козлухи больше двух веков, но именно здесь, 70 лет назад, в деревне началась совсем иная жизнь, можно сказать, светлая. В 54-м в этом округе открыли первую гидроэлектростанцию. Я спросил у своей бабушки. Ее первое ощущение, когда она увидела, что вот это вот что-то внутри светится и освещает твою комнату. Она сказала, как же здорово, что теперь можно работать даже ночью. Вскоре после революции в рамках электрификации страны стали решать, как, собственно, можно в города, особенно там в села, в поселки проводить электричество, чтобы там везде вот эта лампочка Ильича зажглась. Очевидным решением для очень многих мест стало создание мини-ГЭС, потому что в деревне, как правило, это речка. ГЭС возводили четыре года. Для этого изменяли русло реки и делали углубление в гору. Один из строителей станции – бабушка местного жителя Александра, который недавно заинтересовался историей семьи и своего села. Рассказывает, что сведений о том событии ничтожно мало. Практически не осталось и очевидцев. Палки, чашу, клали, дерно это выкладывали, запружали термом. Заросшие сейчас луга в 50-е были запружены. Разрыв высоты в несколько метров обеспечивал станцию энергии. У воды оставался один путь. Она шла сюда, как бы под здание, к турбинам. А когда воды становилось много, стамни поднимались, и от них сейчас остались одни деревянные желобы. Турбины, которые были на таком железном валу, они вращались. Этот вал тоже вращал, шкив. Не было же никаких таких больших подшипников. Вместо этого использовалась такая деревянная вкладка. Дерево сохранилось до сих пор. И хотя следы нашествия вандалов заметны, прочность перекрытий на века. Прежнее качество работ сегодня поражает. А в 50-х людей приятно шокировало доступное электричество. Вечером, грубо говоря, на два часа и утром, по-моему, насколько-то там электричество это работало. Хватало, наверное, оводушевиться вот этим делом и как-то продолжить еще дальше трудиться. Мощность ГЭС была небольшой. Спустя четыре года работы ее закрыли. С Казахстана до села дотянули линии электропередачи, станция стала не нужна. Но спустя десятилетия объект решил возродить местный активист. Александр начал с поиска подходящих бревен. 11-метровые найти и привезти было непросто. Но и это не главная сложность. Александр надеется, что найдутся желающие помочь ему восстановить малую ГЭС или хотя бы купить местный мед, деньги с продажи которого как раз и идут на реставрацию станции. Инициатор, правда, предупреждает. Работы будет много, но она окупится. Возродится объект – пример одного из самых светлых достижений советского времени. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. В ЗАГСах Барнаула сегодня столпотворение. Десятки пар решили официально заключить союз в один из самых молодых в современной истории праздников – в День семьи, любви и верности. Молодожены верят, что начало семейной жизни в этот светлый день – добрый знак, способный защитить семью от неудач и распада. Поддерживают ли такое убеждение о супруге-долгожителе, узнавала Валентина Аскерова. Прошла ответить вас, не листая? Да. Ваши, не листая? Да. В ЗАГСах свадебный бум. Дело в том, что сотни пар мечтают произнести советное «да» именно в День семьи, любви и верности. Вот только успели подать заявление немногие. Анна и Вадим в числе счастливчиков. Восемнадцатого мы познакомились, восьмого начали встречаться, но решили выбрать дату восьмое тоже. Три восьмерки, еще как бы знак бесконечности, все это вместе вот так. В общем, и потом только, кстати, узнали, что это еще и праздник. Ну что бы я так рада была, что меня замуж взяли, что мне было все равно, в какое, даже если первого апреля было. Я была просто рада, я хотела замуж. А вот супружеская пара Людмила Александра Герасимова в магию чисел не верят. Поженились они в феврале, 52 года назад, и с тех пор не расставались. Познакомились в вечерней школе, и уже спустя три месяца Александр повел любимую под венец. Непосредственностью. И очень быстро нашли общий контакт. Она хозяйка великолепная, жена великолепная. Женщина была хорошая. Женщина хорошая. Мы друг без друга просто не можем. Все это хорошо, но друг к другу. Ну, это вот, знаете, как в фильме, вот жгет в груди. И зачем я домой пойду, если тебя там нет? В жизни были и ссоры, и недопонимания. Над отношениями трудились оба. Но именно супруг, рассказывает Людмила Тихоновна, тушил конфликты. Причем одним взглядом. И вообще, говорит женщина, мужчина всему голова. Все зависит от мужчины. Как моя внучка сказала старшая, бабушка, ты джек-пот. Вот вы посмотрите на невесту. Ну, она прекрасна. Глаза сияют, она на пороге красивой жизни. А через год что? Глаза потухшие. Потому что мужчина не понимает, что он взял. Просто нам очень приличные мужчины всем достались вот здесь, вот на поселке. Она вышивает ему картины. Он построил для нее дом. В свои 74 целый день проводят на свежем воздухе. А вечера вместе смотрят в футбол. На двоих у них трое сыновей и пятеро внуков. Всячески оберегать семью, говорят Герасимовы, нужно постоянно, а не только в день ее создания. Валентина Аскирова, Александр Андропов, Анастасия Бертенева. День с толком. В Калманском районе завершились масштабные соревнования, посвященные памяти известного земляка, оружейника Михаила Калашникова. Более сотни силовиков боролись за признание мастерства, демонстрируя стрельбу из пистолета и автомата. На турнире побывал и наш корреспондент Артем Гусельников. На стрелковом полигоне бойцы УФСИН, судебные приставы, полицейские и военнослужащие. В каждой группе в среднем от 7 до 12 человек. И единственное задание – стрелять без осечки. На профессиональном языке упражнение называется ПБ-3. Пистолет боевой, положение для стрельбы стоя с одной руки, время на стрельбу ограничено 10 минут на 10 выстрелов. То есть 5 пробных, 30 зачетных выстрелов. Максимальное количество очков – 300, то есть можно набрать. Но это в идеальном условии и с идеальными глазами. Участники близки к идеалу. В среднем они набирают от 240 до 270 очков. И такой результат не случайен. В соревнованиях участвуют лучшие бойцы своих подразделений. Среди них 8 мастеров спорта, остальные – кандидаты в мастера и разрядники. Здесь на самом деле все очень просто. Хорошо стреляй и будешь попадать на соревнования. Как в любом виде спорта. Будьте лучшим в своем деле и будешь участвовать в соревнованиях. Будешь среди других представителей силовых структур соревноваться в мастерстве. В индивидуальных групповых зачетах победители из разных ведомств. Всех их наградили медалями, грамотами и кубками. Но, как признаются сами бойцы, гораздо важнее для них получить уважение и признание силовиков из конкурирующих структур. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Далее обзор спортивных событий. Не увидев в Монголию, международное ралли «Шелковый путь» финишировало в Алтайском крае. Хоккеисты «Динамо Алтай» вместе со своим руководством вакцинировались от коронавируса. И очередное успешное выступление Сергея Шубенкова на международном старте. Далее подробнее. Международное ралли «Шелковый путь» завершилось на Алтайской земле. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Монголии маршрут был оперативно изменен. А потому алтайские зрители вновь увидели гонщиков. По итогу всех этапов в разделе «Камазов» экипаж под номером 501 не оставил шансов своим соперникам. Четыре победы на счету нашей команды «Камазмастер». Золото выиграли и в разделе «Квадроциклы». Александр Максимов опередил поля «Карафала Соника». По словам организаторов, ралли «Шелковый путь» на Алтай организован на высшем уровне. И все под приятным впечатлением. Я скажу мнение участников и организаторов. Первое, что это, безусловно, красивейшая природа. Я увидел это все с вертолета, когда сюда летел. Но больше всего впечатляет и что запомнится участникам, это местные жители, которые приехали сюда поприветствовать, передать свою энергию, заряд участникам. Это важно, необходимо. От гонок переходим к новостям из мира хоккея. Наша команда «Динамо Алтай» прошла вакцинацию от коронавируса. Игроки пока что в неполном составе вместе с руководителями клуба начали подготовку к сезону именно с такой процедуры. Как только состав будет укомплектован, оставшиеся хоккеисты также вакцинируются. Безопасность игроков, болельщиков, гостей для нас превыше всего. Сегодня к нам приехали медики и это очень удобно. Вакцинировались, присоединились к коллегам из спортивного сообщества. Теперь можно смело сказать, у нас в хоккейном клубе ковида не боятся. В Барнауле Сергей Шубенков занял третье место на международном турнире в Венгрии на мемориале Иштвана Дьюлаи. Наш земляк в беге на 110 метров с барьерами показал результат 13,19. Это лучший результат спортсмена в сезоне. Первое место занял действующий чемпион мира американец Гранд Холуэй. Второе стало испанец Орландо Артега. Теперь наш атлет начнет подготовку к Олимпийским играм в Токио, которые пройдут с 23 по 28 августа. Дмитрий Дроздов, День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Ну а через несколько секунд по традиции о погоде. До встречи.